Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить Вашему вниманию очередной краткий обзор винтовочных пуль. Сегодня расскажу Вам о пулях американской компании Hornady. Линия ELDM, ELDM, ELDMATCH, калибр 264, 6,5 мм, вес пули 130 грейн, артикул 26177, БК пули 0554, выпускается в узнаваемых картонных коробках по 100 штук в нашем случае. Линия ELDM, пули этой линии, это матчевая пуля. В этом калибре в линии ELDM очень большой выбор пуль по весу, с относительно небольшим шагом. Самая легкая, по-моему, у нас идет 100 грейн, дальше идут 120, 123, 140 и самая тяжелая у нас, по-моему, 147 грейн. Это, по всей вероятности, последняя пуля, да, вот вес 130 грейн, про которую я делаю обзор. По-моему, про 120, 123, 140, 147 я обзоры делал, то есть 130 у меня по этим пулям еще обзоров не было. Не знаю там, как они будут, но все выходят, то есть, ну, что-то раньше, что-то позже, вот. Ну, в общем, в калибре 6,5 миллиметров ELDM у нас имеет 6 весовых категорий, так же, как в 308 калибре. Пуля ELD MATCH, Extremely Low Drag MATCH, да, расшифровывается, ну, это технологически передовые целевые пули повышенной точности с наконечниками HEAD SHIELD. Вот, вот так выглядит наша пуля. Классическая ELDM, здесь мы видим усеченную корму, прекрасная здесь оживальная поверхность, да, то есть, такая сбалансированная форма, острый нос и венец. Это у нас полимерный наконечник в носовой части, изготовленный по технологии HEAD SHIELD, но об этом я чуть попозже скажу. То есть, он имеет такой темно-бордовый цвет, темнее, чем, опять-таки, наконечники у VMAX, AMAX, да, у SST-шки. Вот так она у нас выглядит. Ну, я лучше сейчас вам на фотографии всё это покажу. Вот. Новый наконечник HEAD SHIELD создаёт идеальный MEPLAT, да, он такой вообще острый-острый. Вот, и, в принципе, позволяет этой пуле превосходить другие пули матчевого типа, ну, в первую очередь, типа BTHP, да, у которых, так, по-простому, дырочка в носовой части, да, такая маленькая, вот, которая создаёт воздушное завихрение, да, уменьшает сопротивление. То есть, в принципе, у пули ELDM во всех практически калибрах, да, по большому счёту и БК прекрасный, да, и они отлично летят на большие дистанции. Здесь, в принципе, Hornady не лукавит конкретно вот в этом вот весе, да, и калибре. Ну, конкуренты, конечно, в этой пуле есть. В первую очередь, это Berger с различными там вот вариантами, да, и VLD, и так далее. Ну, и RDF-ка от Nossler, ну, тоже, да, довольно-таки с хорошим БК, довольно-таки конкурентно способна. Также, в принципе, она сложна именно в настройке и посадке, да, потому что, как и ELDM, RDF-ка, она тоже имеет довольно-таки большую длину. Ну, баллистический коэффициент у всех пуль от компании Hornady измеряется с помощью доплеварского радара, корректируется с учётом стандартных атмосферных условий. Ну, это, в принципе, по Hornady, да, по ихним БК практически никогда нареканий нет. Очень много я делал обзоров уже по пулям ELDM, в принципе, ничего нового, ну, не могу рассказать, да, Ну, по особенностям, ну, в первую очередь, конечно же, это полимерный наконечник HeadShield, да, который не восприимчив к воздействию аэродинамического нагрева, вот, и сохраняет свою форму, да, обеспечивая идеальный меплат, да, хорошую работу на больших дистанциях, то есть не деформируется, да, как, в принципе, на больших скоростях, на больших дистанциях какие-то плавучие, да, ну, пули, у которых наконечник плавится. Понятно, что там для средних дистанций и для близких это не принципиально, да, вот на дальняк это принципиально. Ну, и также этот наконечник у нас ставится в пулях ELDX, ну, ELDX у нас пули для охоты. Что ещё по особенностям? Обтекаемый такой вот секущий агив, да, то есть усечённая корма. Опять-таки оболочка здесь высококонцентрированная, АМП-шка, но она на всех матчевых пулях и не только, как бы, на матчевых от компании Hornet стоит, то есть хорошая оболочка. Для калибра 6,5 Grandel, наверное, эта пуля будет тяжеловато, да, то есть, в принципе, она лучше подойдёт для калибра 6,5 Grandel, 6,5 на 55, ну, и других, в принципе, схожих по энергетике. По твисту здесь тоже у нас есть ограничения. По-моему, производитель у нас даёт 9 твист и не выше, да, то есть для 10 твиста уже, как бы, не камильфо. Восьмёрка, семёрка, да, вот нормально. Ну, и то же самое, да, как и все матчевые пули, я повторюсь, скажу, да, что, в принципе, компания Hornet не рекомендует эту пулю для использования на охоте. По отзывам, опять-таки, я тоже скажу, по форумам, в принципе, для охоты она, ну, так себе, очень сильно фрагментируется и не всегда адекватно себя ведёт. Ну, вот, ну, подойдёт она, как обычно, да, как любая матчевая пуля, только для вармента, ну, или работа по месту, да, если в голову будете работать, да, в принципе, всё будет нормально. Потому что, ну, она ведёт себя хуже, чем та же HPBT, я тут по отзывам я смотрел, ну, то есть, очень большая потеря мяса происходит. Ну, и самое главное, наверное, осталось нам сказать, какая длина у нашей пули. Потому что никаких открытий уже я не смогу вам сделать. Так, длина 33,27. 33,27. Ну, и развесовочка. В принципе, ещё, да, наверное, года два назад ELDM, ELDX, ну, даже года три, наверное. Это было, о, это что-то такое было новое, необычное, интересное. Ну, а сейчас уже пуля завоевала свою нишу на рынке. Да и промачиваю пули много, на самом деле, и не расскажешь. Первая пуля пошла, 129,9. Вторая пуля пошла, 129,7. Третья пуля, 129,8. Четвёртая пуля, 129,8. Пятая пуля, 129,7. Ну, и седьмая пуля, по старой традиции. А вот, а седьмая у нас 130, ровно. 130 грейна, самое тяжёлое. 129,7, самое лёгкое. 0,3 грейна. Ну, в принципе, небольшая погрешность, да. Ну, с другой стороны, конечно, для матчевой пули в идеале видеть зер, да. Потому что, ну, тем более, что пуля предназначена для работы на большие дистанции. Ну, как есть. Всё, друзья мои, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Хороших вам охот. Удачных, точных стрельб. Берегите себя. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...